Дыхание горы Высота этой горы более 5,5 километров Вершина Эльбруса испокон веков, как магнит притягивал альпинистов Курганские покорители в очередной раз испытали на себе это притяжение Эльбрус – это слово, знакомое каждому альпинисту И дело, скажем так, чести или что-то подобное Побывать там – это как святое место для альпиниста Потому что все альпинисты, известные и неизвестные, бывали там И прикоснуться к этим святым местам – это считается для меня, во всяком случае, очень важным Шесть отважных любителей высоты и мы с оператором отправились в горы не ради забавы Восхождение посвящалось 60-летию Победы Руководитель группы Геннадий Дмитриев по сей день не может забыть свои ощущения о победном 45-м Хотя был тогда еще ребенком 9 мая 45-го года – День Победы Мне было 5 лет Я до сих пор помню векование народа Оно было поистине со слезами на глазах Налетало по 300 самолетов Как говорят, все разобьют на свете и мы ничего не можем сделать И это там только знали этих на себе таскать раненых Звалишь это и ползешь вот так вот Евдокия Голубева – обладательница медали за оборону Кавказа В Великую Отечественную из-за Уралья попала в Сталинград, служила в женском батальоне Сталинградское направление было одной из главных в фашистских планах завоевания Кавказа С невыносимой болью Евдокия Моисеевна вспоминает ужасы обороны Сталинграда Как постоянно приходилось восстанавливать разрушенную железную дорогу А немцы будто издевались Вот линию разбомбят Ее надо эту Сперва этим все завалить Потом рельсы положить Чтобы доступ куда-то была Вот Только не успеем это сделать Если это не сделать Доступки совсем нету Только это не успеем сделать Опять разбомбит Курганец Дмитрий Евдокимов – бывший артиллерист-наводчик Войну охранял берег Черного моря от налетов вражеских самолетов Говорит, что самое страшное в его жизни произошло в январе 43-го Темная ночь, большая облачность И вдруг неожиданное нападение фашистской авиации на его батарею Бомбили всю ночь А русские солдаты даже не могли ответить Вражеские самолеты прятались за облаками Немцы были уверены, что бомбят кавказский город Туапсе Который был в пяти километрах от батареи Ну, нам повезло, остались живые так вот А они город-то, видно, не бомбили, а нас бомбили Вот такая вещь Те, кому удалось выжить, рассказывают, что война в горах – самая страшная война На Кавказе есть места, которые всегда будут чтить и помнить Перевал под названием Бичо – одно из них По перевалу Бичо пролегает роковая тропа По ней в 43-м полторы тысячи людей уходили от фашистских захватчиков Причем среди них были как старики, так и малые дети Неопытным ходить по горам достаточно сложно Поэтому в целях безопасности переходом тогда руководили квалифицированные альпинисты Всех переведений не было никаких потерь И потом найдут туда, дальше приюты, их ждали там на южной стороне Каждый перевал до сих пор хранит признаки этой битвы В каждом населении есть памятники И на самой большой высоте памятники находятся на станции «Мир» А вот на самой вершине Эйбрус ни одного памятника Родилась идея поставить там памятник нашим воинам Покорить Эльбрус стремились многие Самое таинственное восхождение было совершено в 1942 году Гитлер пришел в ярость от действий своих же подчиненных Которые позволили себе несанкционированное восхождение на крышу Европы После тяжелого подъема один из них даже сошел с ума Зачем горнолыжники пошли на такие жертвы осталось загадкой Ведь сам Эйбрус не представлял для Гитлера никакого тактического интереса Он стремился завладеть нефтяными скважинами Майкопа, Грозного и особенно Баку Потому и рвался через Кавказ Несмотря на это, позже гитлеровцы пропагандировали восхождение на Эйбрус Как чуть ли не полное покорение Кавказа Так высоко война еще не поднималась никогда Трупы немецких солдат, навеки вмерзшие в лед, до сих пор находят на седловине Эйбруса А это более 5000 метров Русская душа не могла не ответить на вызов фашистов Спустя 7 месяцев Эйбрус вновь был покорен 17 февраля 1943 года воины горнострелковых частей Красной Армии Сбросили с высочайшей вершины Кавказа фашистский флаг Вот команда из 20 человек, но в жуткую непогоду они сразу не могли все выйти Одна группа из самых подготовленных альпинистов вышла на западную вершину И в результате сложного такого восхождения в зимних невероятно трудных условиях Сняла штандарта немецкий с западной вершины Эйбруса Советские солдаты тогда совершили невозможное Подняться на Эйбрус в сильный мороз чрезвычайно трудно Повторить в некотором роде подвиг героев предстояло курганским альпинистам Зайти на высочайшую гору Европы задача не из легких Поэтому подготовка проходила тщательно Тренировались на скалодроме, чтобы укрепить мышцы Тут же пробовали страховочное снаряжение Надо очень быстро одеть тебе это же снаряжение Надо кого-то застраховать быстренько, поймать веревкой Надо кого-то пристегнуть, вытащить Вот для этого всего и нарабатываются навыки на данном тренажере Кроме того, запасались теплой одеждой И другими необходимыми в горах вещами Ботинки на толстой подошве Крючки и кошки, которые прикрепляются к обуви Для того, чтобы не скользить по обледенелой поверхности Защитные маски от солнца и тому подобное Если к этому приплюсовать общественное снаряжение Палатки, автоклавы, ледорубы То проблемы с лишним весом багажа нам были обеспечены В смысле на самом деле только об одном Как бы нам попасть в самолет Потому что реально у всех перегруз на 10-15 кг И могут просто нас не пустить На моих плечах сейчас вот мы взвесили Получилось 20 кг Ну чуть-чуть побольше, чем 20 Получается, что только меня одну пустят на самолет Видимо, я одна полечу в горы Итак, первую трудность мы преодолели В самолет пустили всех И полет мы перенесли отлично Следующим этапом была акклиматизация Чтобы привыкнуть к высоте А заодно и потренироваться Поднялись на гору Джентуган Которая по рельефу похожа на Эльбрус И более того, заночевали в палатках Прямо на склоне Мы построили снежный городок Который призван был защитить нас От метели и лавин То, что произошло с нами В этот первый выход в горы Иначе, как настоящим испытанием Назвать нельзя Лично я не представляла, что у ветра Может быть такая сила Как оказалось, другие участники восхождения Тоже были шокированы тем Как встретили нас горы Я не ожидал вот такой пурги, погоды Я немножко поблазил Думаю, все будет проще А оказалось, что буквально ветер Который валил с ног О первом подъеме на Джентуган Даже после путешествия Мы вспоминали еще не раз Ветер был такой силой Что местами буквально Срывало человека Могло срывать земли Мне приходилось хвататься за камень даже Складывалось впечатление, будто горы управляют Всеми возможными стихиями И в этом их могущество Кроме ветра поразили лавины Только за две недели нашего пребывания Их сошло восемь штук Третья грозная сила – солнце Оно в горах не щадит никого Если на высоте более трех тысяч метров Снять солнцезащитные очки То первые секунд десять Ты не можешь видеть ничего Сочетание яркого солнца и белого снега ослепляет А если подняться еще выше Начинают слизиться глаза А кожа на лице сразу обгорает Когда поднимаешь высоко Помните Игара, да? Вот, примерно, то же самое Вы видите На лице, да? Факт на лице Жесткий ультрафиолет Делает свое дело Крема В принципе, помогают Кто наносит их правильно Толстым слоем Временами, когда не было ветра Днем становилось даже жарко Зато ночью мы спасались только благодаря пуховым спальникам Ночная метель подвывала в такт зубам, которые дрожали от холода На утро палатки пришлось в буквальном смысле слова откапывать от снега А телекамеры из-за мороза и повышенной влажности постоянно выходили из строя Все замерзло Поэтому приходится очень сложно Особенно осторожной пришлось быть мне на спуске Несколько раз я чуть не сорвалась со скользкого склона Но в опасные моменты всегда кто-то оказывался рядом И спасал меня от верной смерти Об этих и других наших приключениях курганцы могли узнать из прямых включений В эфире радио за облаками и телекомпании «Регион 45» После всего произошедшего на подступах к заветной цели Лично я даже и не знала, что думать об Эльбрусе Ведь там все будет гораздо серьезнее Некоторые из участников восхождения уже пытались взойти на крышу Европы Но все предыдущие попытки успехом не увенчались Я увидел фотографию Эльбруса Мне очень захотелось туда попасть Но лет, наверное, 7 прошло, 8, прежде чем мне это удалось С Эльбрусом связано у меня очень многое в моей жизни Был я там уже не один раз Эльбрус, как и любая великая гора, окружен многочисленными легендами Его называют горой счастья И предание гласит, что тот, кто, несмотря на все опасности, достигнет вершины Будет наделен чудесной силой На Эльбрус, кстати, не смогли подняться даже покорители высочайшей вершины земли Эвереста И каждый год с этой горы не возвращается в среднем по 30 человек Казалось бы, восхождение на Эльбрус не представляет особой технической сложности Склоны горы довольно пологие В чем же загадка? Там можно забудиться, плохую погоду, залезнуть Бывает, что-то штормовой ветер И человек может залезнуть Или вот, что, раскидать В прошлом году погибли Я, на что, 6 человек Троих нашли, а троих по сих пор не нашли В районе Эльбруса, ледник-ресход, он весь разорван трещин Если сбиться с пути, большая вероятность попасть в трещину Наша команда, как и, впрочем, все восходители Перед последним и самым сложным рывком наверх Остановилась в пристанище под названием Приют 11 Альпинисты очень трепетно относятся к этому месту Здесь не только можно собраться с силами и передохнуть Это настоящий исторический памятник Интересно, что в феврале 43-го немцы просто сдали русским Приют 11 Смена караульных постов произошла без единого выстрела Перед восхождением каждый настраивался на свою волну В горах очень важно найти собственный темп и не сбиваться с него А еще нужно уметь правильно распределять силы Самое главное – сохранить энергию не только на подъем, но и на спуск Для меня гора заканчивается, скажем, вершина, когда я уже спустился Несомненно, без еды тоже не обойтись Хотя у многих людей, не привыкших к высоте, начинается так называемая горная болезнь И один из ее признаков – потеря аппетита Интересно, что в горах для подкрепления сил рекомендуется есть на ходу Прошел немного, встал, перекусил и дальше в путь Лучше всего кушать курагу, орехи или изюм А на обычные обеды или завтраки продукты обязательно должны быть высококалорийными Много тут не съешь, особенно наверху Поэтому есть жевательные продукты каворийные, то есть подкрепляться витаминами То есть лук, чеснок, сухофрукты, сахар Безусловно, без материальной поддержки было трудно это сделать Потому что расходы достаточно большие Они связаны и с переездами, и с организацией, с снаряжением, питанием Вот, в итоге все-таки нашли спонсоры И я весьма благодарен, благодарен именно первому спонсору Это Игорю Почеткову Он откликнулся и первые деньги внес И мы на эти деньги смогли купить билеты Дальше Сальмоз Дмитрий Николаевич Парышев Оказал большую нам услугу Фирма Юст, это Южно-Уральский сотовый телефон Тоже внес достаточно серьезную лепту в организации этого мероприятия День восхождения Погода более-менее Команда рискнула попытать счастье В опасный путь отправились не в 4 утра, как предполагалось, а в 10 Причиной позднего выхода была плохая видимость Периодически группа восходителей по телефону сообщала о своем продвижении Находимся на высоте 5000 метров Идем по косой Следующая часть через час Нашим альпинистам повезло За 2-3 дня до восхождения опасные ледяные склоны припорошило снегом Но все же при подъеме были некоторые участки, которые требовали особой осторожности и сноровки И без специального снаряжения курганцам пришлось бы тяжело Начиная с перемычки, именно по пути к вершине Значит, этот снег смело и было довольно-таки неприятно идти Поэтому все-таки мы надели кошки и не зря это сделали 27 апреля восходителям удалось-таки достигнуть вершины Эльбруса Гора, известная своим своенравным характером, приняла курганских альпинистов Я здесь! Ааа! Эй, подожди! Опа! Зауральцы благополучно установили памятный знак всем тем, кто испытал ужасы войны Теперь он украшает крышу Европы Впоследствии это событие освещали на центральных каналах по местному курганскому телевидению и радио Сами же герои, оказавшись на вершине Эльбруса, забыли обо всем Они не могли налюбоваться красотой, которая открылась перед ними Это было очень красиво, то есть первый раз, когда я здесь был, я зашел на гору в полном тумане То есть видимость была нулевая, а нынче было видно все во все стороны, очень далеко И краски были очень красивые, то есть передать с вами это невозможно, это можно только увидеть Однако слишком расслабляться не следовало После захода солнца отважных зауральцев ждал спуск О том, что возвращаться придется затемно, сомнений уже не было Мы спускались уже ночью, не было видно ни трещин, скажем, ни других каких-то опасностей, которые скрыты в горах Спускались практически в полной темноте К сожалению, метель замела все следы, поэтому это тоже осложняло несколько задач Ну и что еще плохо было ночью, это то, что в некоторых местах попадался лед Просто не видно было, куда идти Ну то, что было в этом году, это было для меня настолько необычно, неожиданно Ну сами это погодные условия, они повторяются где-то в таком вот варианте раз в 25 лет Это обилие снега, это задержка весны Слава Богу, все обошлось нормально, люди выдержали испытания и ветровые, и морозные испытания, и потеря видимости В итоге люди благополучно спустились Горы — это лекарство для души Когда поднимаешься, врываешься из бытовых городских условий, из суеты Люди становятся добрее, откровеннее Они изменяются Изменяются к лучшему Она может пустить к себе, может не пустить Если она пустила, значит, она была благосклонна к нам, ко мне в частности Значит, что-то в этом есть Ну город, наверное, жизнь То есть город общения с людьми, с природой В горах я чувствую себя свободно, легко раскованно То есть горы излучают какую-то энергию Познание себя дополнительное еще, как таковое Самые мои незабываемые впечатления Высшая точка на Эльбрусе, до которой я долез, была около 5000 метров Это чуть выше скал Пастухова И пока мы дотуда шли, все было в облаках А когда уже поднялись выше скал Пастухова Облака расчистились И я увидел вершину ближе всего Именно вот этим горы и заражают Когда это видишь первый раз, когда вот это вот все очень близко Просто незабываемо То, что человек меняется после таких путешествий Это однозначно Даже если взять отношения между людьми, командность Это все приходит, ты начинаешь доверять другим Начинаешь верить в себя Я вообще всегда это ценил, ценю и буду ценить тех людей, которые были участниками войны Тем более мои родственники тоже были участники И не все вернулись оттуда Мне нравится еще, что молодые ребята, вот опять же регион 45 Они поддержали нас, и невероятно сложных условиях делали съемки Команда получилась, она, как вам сказать правильно Разношерстная и по возрасту, и по квалификации Но получился хороший, цельный коллектив Который дал возможность установить объект на вершине Эльбруса Который дал возможность установить объект на вершине Эльбруса Который далider Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok